Артистке эстрады Кларе Новиковой 74 года, а вот девичья ее фамилия Герцен. Новиковая она стала в первом браке с однокурсником по цирковому училищу. Алена Апина – урожденная Левочкина, а латышскую фамилию певица получила в браке с первым мужем, который длился всего полгода. В переводе на русский дословно «апин» означает «хмель», и по-русски Алена должна была быть «хмелева». Юлия Снегиль в девичестве – Сирискина. И фамилию первого мужа актриса взяла специально. Она посчитала ее более озвучной для сценической карьеры. Вика Цыганова – Жукова. Со своим первым и единственным мужем, в браке с которым певица официально была всего один год, она продолжает жить в своем загородном доме в Подмосковье. А вот детей у пары, к сожалению, нет. Любовь Успенская в девичестве – Сицкер. Родилась в Киеве в семье еврея. А фамилию Успенская певица взяла во втором браке из четырех. Равшана Куркова сменила свою девичью фамилию – Матчанова, еще в первом браке. Катя Гордон оставила себе знаменитую фамилию мужа. С телеведущим Александром Гордоном Екатерина Прокофьева прожила шесть лет. Актриса Алена Бабенко на самом деле Елена Баранова. А озвученная фамилия досталась и от первого мужа – режиссора Виталия Бабенко, от которого она родила своего единственного сына Лукиту. Украинская певица Лолита Милявская, урожденная Горелик. Будучи в браке пять раз, Лолита оставила себе фамилию третьего супруга – бизнесмена Виталия Милявского. А вот актриса и фотомодель Инна Гомес на самом деле Инна Чуркина. А фамилию Гомес она получила в браке с испанским предпринимателем Аугустино Гомесом. Супруги развелись через пять лет. А Инна настолько привыкла к своей новой и звучной фамилии, что решила менять ее на свою девичь. Мы публикуем новости и пишем о том, что интересно. Присоединяйтесь, если и вам интересен мир звезд, знаменитости и шоу-бизнеса. Лайфхаки и полезные советы для дома и семьи.